Здравствуйте дорогие друзья! Сделаю небольшой обзор наших томатов, а попутно поделюсь своим опытом их выращивания. Сегодня 5 июля. Как видите, началось активное созревание помидоров в нашей поликарбонатной теплице с раздвижной крышей. Раннему созреванию томатов способствует много факторов, о которых я уже ранее рассказывала в одном из своих видео. В этом году я посеяла томаты в два этапа 6 и 15 марта. Вынесла рассаду в неотапливаемую теплицу на теплый пол 20 марта. 4 апреля пересадила первую партию своих маленьких растишек на постоянное место в неотапливаемую поликарбонатную теплицу с раздвижной крышей. На ночь накрывала спамбондом. При посадке в каждую лунку положила по одной таблетке глиокладина, золу и горсть пуха из подушки. Ранняя посадка на постоянное место способствует закаливанию томатов, формирует у них устойчивость к заболеваниям и хороший иммунитет. В теплице у нас проведен капельный полив. Поливаем отстоимой водой из бочки 1 раз в 3 дня, если стоит жаркая погода. С системой капельного полива влажность в теплице минимальная. Происходит точечный полив под корень каждого растения, поэтому отсутствует парниковый эффект и появление на томатах грибковых заболеваний сведено к минимуму. У нас в теплице всегда сухо и нет застоя воздуха, так как днем открыты не только торцевые двери и форточки, но и фрагменты крыши. Жарко и влажно в нашей теплице не бывает. Но даже несмотря на это для профилактики грибковых заболеваний 1 раз в неделю чередую опрыскивание томатов настоем зеленого удобрения с сывороткой или кефиром, молоком с йодом, фитоспорином, янтарной кислотой, перекисью водорода, эпином и цирконом. В бочку с водой для капельного полива 1 раз в неделю добавляю различные удобрения, чередуя органические и минеральные. Из органических использую на ранних стадиях зеленые удобрения с крапивой, настой конского навоза, чуть позже гуматкалия. Из минеральных суперфосфат, агромастер с соотношением азота фосфора калия 20-20-20 во второй половине срока вегетации вносим только калийные удобрения сульфат калия, монофосфат калия. Для профилактики вершинной гнили на ранних стадиях применяем замечательное проверенное нами средство. Это доломитовая мука или скорлупа яиц с 9% уксусом. Ссылка на видео в описании. Это средство можно применять 3-4 раза за сезон. 1 раз за лето в конце июня подкармливаю томаты барафоской, которые содержат до 20% кальция. Крышу теплицы на ночь закрываем, а двери и форточки оставляем открытыми. От появления в теплице белокрылки на входе и в междурядьях расстелила опилки, смоченные в березовом дегте. Раз в 3-5 дней растеленные опилки проливаю этим раствором, чтобы запах отпугивал вредителей. В этом году из-за нестабильной погоды, холодных ночей до плюс 5, резкого перепада температур, на листьях некоторых сортов томатов появился магниевый хлороз. Опрыскала один раз сульфатом магния. Слишком часто применять его тоже не рекомендуется. Полив во время созревания помидоров следует сократить, чтобы избежать растрескивания плодов. Если во время созревания томатов кусты обильно поливать, растения будут активно наращивать зеленую массу, а плоды созреют позднее положенного срока. Избыток влаги также может стать причиной появления водянистого вкуса у помидоров, а также спровоцировать грибковые заболевания. Вот такими простыми правилами я пользуюсь при выращивании своих томатов. Сейчас на наших кустах краснеют среднеспелые сорта помидоров. На подходе уже и позднее. Ранние начали созревать еще 13 июня. Буду рада, если мой опыт кому-то окажется полезным. Пусть томаты радуют вас своими ранними и богатыми урожаями. Оставайтесь с нами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok